Ну хорошо, значит, еще раз всем добрый вечер, и мы с вами продолжаем наши студии. В прошлый раз мы говорили о Слома и Бангвероле и прочитали какой-то фрагментик, небольшой фрагмент из его книги, но не совсем из его книги, да, то есть вы помните, что мы читали конспект Йомтова Фалакеры, который он сделал на иврите, читая оригинал книги, которую написал Слома и Бангвероль на арабском языке, а перевод полностью этой книги есть на латинском языке, называется он фон святай, и эта книга более полная дает нам представление о том, что, собственно говоря, создал Слома и Бангвероль, но, в общем-то, вот этот конспект Фалакеры дает достаточно адекватное представление о том, кто это произведение из себя представляет. Ну и мы с вами об этом поговорили, можно, конечно, было бы продолжать читать Мекор Хаим, источник жизни, да, так называется это произведение, по-видимому так называется это произведение, но ввиду целого ряда соображений, в том числе некоторые, в общем-то, сложности этого текста. И мы, наверное, ограничимся тем, что мы уже почитали, и больше Мекор Хаим читать не будем. И, как я говорил, сегодня мы поговорим немного о философской поэме Слома и Бангвероля, которая называется «Кетер-Малхут», которая была написана на иврите, то есть это в каком-то смысле для X-XII века это как бы исключение, у нас большая часть философских произведений, не большая часть, а подавляющее количество произведений написано на ивдеоарабском. И вот есть такое удивительное явление, как философская поэма. По сути дела, оно является, может быть, даже единственным в таком роде произведением, где Шлома и Бангвероль выступает и как поэт, и как мыслитель одновременно. Ну и мы не будем тоже читать все это произведение, но немножко о нем поговорим. Я поделился экраном, надеюсь, все видно. Значит, эта поэма состоит из сорока таких фрагментиков, главок маленьких. И если говорить о ее структуре, то она выглядит следующим образом. Здесь есть некое своеобразное предисловие поэтическое, но оно более-менее похоже у многих авторов. В молитве моей будет польза человеку, ибо в ней научение примате и заслуга. Я возвещу в ней чудеса живого Бога, кратко и без длиннот, и помещу ее во главу моих хвалений и назову царской короной. Это, собственно говоря, некий стишок такой, да, и он действительно написан с рифмой. Остальная поэма написана ритмической прозой, а не в рифму. И это, в общем-то, жанр очень распространенный как раз в арабской культуре. Так вот, этот стишок я сюда не включил в структуру, да. Есть введение. Введение, мы его прочитаем с вами, это первая главка. Хвала, признание Бога хозяином всего, мы ее с вами прочитаем. Дальше главки со второй по девятую, они на самом деле являются перечислением атрибутов Бога, по сути дела. Примерно в том духе, в котором это было принято тоже скорее в теологии арабской. Это единый, существующий. Помните, мы говорили о том, что, например, Саади Гаона существующий не является атрибутом, а Бахи Айбн Пакуда как раз считает это тоже одним из атрибутов. Живой, великий, всемогущий. Ну и то, что немножко удивляет и делает перечисление Ибан Гвероля не совсем стандартным, это то, что он говорит о том, что Бог является еще и высшим светом и господином всех господ. Вот эти два атрибута, они не являются стандартными, ну а мудрый тоже является достаточно стандартным. И вот эту девятую главку про мудрость мы с вами туда прочитаем. Дальше после того, как он перечисляет вот эти самые атрибуты, то есть сначала хвала Богу и так далее, а потом его атрибуты, а дальше он описывает универсум. Универсум он описывает тоже на основе тех представлений, которые являлись базой для 11 века. Это Земля и 10 у него небесных сфер. Ну не у всех есть 10 небесных сфер, есть точно 7 небесных сфер, есть в некоторых вариантах 9 небесных сфер. Он добавляет еще и десятую. Десятая сфера – это сфера непостижимости Бога. А вот это девятая сфера, которая является сферой объемлющей. Это тоже стандартная картина. Что-то объемлющее – Галгаль Гаюми. Так он почему-то называется, потому что он как бы запускает движение всех остальных сфер. И интересно здесь то, что двигается Шломай Бангероль не сверху вниз, а снизу вверх. Он начинает с земли и дальше описывает различные сферы, доходя до вот этой самой десятой непостижимой. После этого 25-я, 28-я главки – это описание ангелов или небес, можно сказать, чертогов. Я рискнул употребить это слово. Почему рискнул? Потому что у нас есть такой жанр, как сифрута и халот. Это на самом деле литература включает в себя массу произведений. Вот под этим заголовком обычно подразумевают целый ряд разных произведений. Это произведения, ну, часть из них, по крайней мере, являются произведениями визионерского плана. Описывается то, каким образом мудрецы, чаще всего это мудрецы Талмуда какие-то, да, они путешествуют по небесам и видят, как это там все устроено. И вот это устройство и называется чертоги или эй-халот, которые они видят. И вот четыре главки посвящены именно этому. А дальше Бангвероль говорит о сотворении души. И мы тоже прочитаем вот пару главок из вот этой части именно. Любопытно здесь то, что сотворение души, он относит в каком-то смысле по логике. Получается, что сотворение души, оно связано с вот этим самым небесным воинством, с чертогами. То есть душа, она имеет небесное происхождение. И это очевидный неоплатонический мотив. Дальше он говорит о том, что душа погружается в тело, ее взаимоотношения души и тела. И когда он доходит до, собственно говоря, вот этого описания совместного существования души и тела, то он переходит к заключительным в каком-то смысле главам. И эти главы – это не что иное, как своеобразная молитва, когда человек перед Творцом просит его о возвращении к Источнику, что тоже является, в общем, неоплатоническим мотивом. Вот эти неоплатонические мотивы здесь более-менее очевидны. Но сейчас мы прочитаем несколько буквальных фрагментов, о которых я сказал, чтобы составить себе представление некоторое об этой поэме. Ну, вот эта часть первая, которая называется «Введение», я назвал ее так «Введение», начинается «Дивны деяния твои, душа моя знает вполне». Это цитата. Ну и в принципе вся поэма, она насыщена цитатами. То есть это цитаты или аллюзии разного рода стихи. И по понятным причинам, если мы не открываем соответствующие контексты, то мы многое теряем, мы их не воспринимаем же на слух. Поэтому в принципе для изучения этой поэмы, конечно же, нужно вооружиться было бы писанием, открывать каждый раз соответствующие контексты, смотреть, каким образом Ибн Героль использует их. Ну, в частности, я могу продемонстрировать это на вот одном примере, который вызывает самые разные соображения некоторых авторов. И в каком-то смысле эти соображения не всегда адекватные, но тем не менее. То есть он после того, как он приводит вот этот стих из псалмов, он говорит дальше тоже еще одна цитата. Это цитата из книги «Хроник», знаменитый стих, где говорится «Леха шем габдула вега гвура ве атиферет вега нецах вега год». Вот этот стих, он является в каком-то смысле основой для каббалистического древа сферот. Вы видите, здесь есть гвура, есть тиферет, есть нецах, вот так называется отдельный сферот этого самого каббалистического древа. Но при этом мы знаем вроде бы, что на тот момент, именно XI век, у нас еще нет этого древа сферота. И, собственно говоря, первое произведение, где упоминается это древо сферот, это «Сефира Баир». «Сефира Баир» – это у нас конец XII века, здесь мы сейчас в XI веке, то есть еще вроде бы как нет этого каббалистического древа сферота. Тем не менее, как я уже сказал, некоторые авторы, поскольку сами эти книги и «Сефира Баир» и «Сефира Зоор», они атрибутируются соответствующим мудрецам Талмуда или рабе Нехуния бенакана «Сефира Баир» или рабе Шимон бар-йохаи, то те, кто принимает эту, так сказать, атрибуцию за чистую монету, говорят о том, что мы видим у Флома и Мангвероля вроде бы ряд каббалистических идей. Действительно, некоторый мистический мотив в этой самой поэме присутствует, как я уже говорил, мистика, под мистикой мы подразумеваем что? Подразумеваем идею соединения вот здесь и сейчас человека с миром небесным. Этим характеризуется мистик. Это мы видели у Гахи Денпакуды, это мы видим здесь, то есть вот эти последние главы, которые являются молитвой, но молитвой о чем? Молитвой о соединении, собственно говоря, душа стремится к своему источнику и пытается с ним не соединиться. Ну вот это как бы такой пример, то есть если не знать, например, что это цитата из Деврея Амим, то можно предположить, что Шлома и Мангвероль читал то ли Сафира Баир, то ли Сафира Зор. Ну и дальше вся эта главка, она построена на вот этом лэха. И частично эти стихи, они включены в том числе в литургию, да, и сама по себе как бы вот эта вводная часть, она действительно звучит и закольцовывается с концовкой, да, потому что в каком-то смысле это тоже некая хвала при перед изложением, да, или можно воспринимать это как своеобразную молитву, которая предваряет, собственно говоря, дальнейшее изложение. Здесь любопытно еще отметить в этой первой главке, это утверждение в конце «Лэхаш не ауламин ашернатата бэйне гэмгвуль» «Твои два мира, между которыми ты установил границу, первый для трудов, второй для воздаяния», то есть это таламандическая идея о ламам Азэ и ламам Аба, вы видите, что его Флома и Бангвероль как бы считает тоже правильным и упоминает. Теперь то, что я хотел прочитать, это девятую главку. Как я уже сказал, эти главки со второй по девятой – это атрибуты Бога, он перечисляет самые разные атрибуты. Давайте посмотрим, каким образом он описывает атрибут мудрости. Здесь есть в том числе и рифма, то есть эти все главки, они построены неодинаковым размером, иногда действительно присутствует рифма, иногда она отсутствует. Здесь в самом начале мы видим вот это словосочетание «Микор Хаим». «Микор Хаим» так вроде бы называется как раз его произведение. И, соответственно, можно себе представить, что да, для него вот это понятие, по тем понятиям «Микор Хаим» было важным, и, возможно, действительно его философское произведение так и называлось. Дальше он говорит, ты мудр и изначален для всего изначального, и мудрость была при тебе питомицей. Это Медраж, где, собственно говоря, мудрость называется действительно питомицей, он просто как бы цитирует. Ты мудр и не учился ни у кого, кроме себя самого, и не приобретал мудрости у других. Ты мудр и от мудрости твоей изошло исконное желание. Вот эта строчка, да, она, собственно говоря, действительно перекликается с его философским произведением. Мы помним, да, что, собственно говоря, Эдук Пироль делает. Он вот в эту схему эманации добавляет волю или желание. И вот, собственно говоря, в этой поэме это тоже звучит. Здесь переведено мастер и художник, видите, там она ОМОН и УМАН, это тоже, собственно, в сборнике перешит. Оба это обыгрывается. Это слово можно понять и так, и эдак. Можно понять, как Тора была питомицей. Можно понять, что Бог был мастером или художником, который, заглядывая в Тору, собственно говоря, что-то создавал. Но важно здесь не это, а важно вот этот самый хефиц. Да, хефиц, собственно говоря, это синоним слова рацион, воля. И то, что говорит здесь Ибан Гавироль, что, собственно говоря, вот это желание, оно и порождает все остальное. Потому что, как мы помним в теории эманации, никакого желания нет. Порождение с помощью истечения. Слово ацальто. Это не что иное, как перевод, обычно, вот этого истечения. Переводят на иврит обычно именно этим глаголом. Нейцаль, да, эманированный. Ацелут, эманация. И вот здесь получается, что именно с добавкой желания произошло это самое истечение. И что? Для того, чтобы, как здесь переводится, вывести поток бытия из ничто или из ничего. Это тоже важно, да, сотворение. То есть чего-то из ничего. Это одна из проблем креационизма. Как мы помним, некоторые считают, что если создано что-то, то оно создано из некой первой материи, которая существовала предвечно. Такая точка зрения тоже существует. А традиционный взгляд, то есть соответствующее предписанию, говорит о том, что сотворенность должна быть именно ешми айн, то есть из ничего. И вот он сюда вставляет вместе с вот этим самым желанием. То есть добавляет и желание, и ешми айн. И кроме всего прочего, эта сотворенность, она кегимашеха оргаю цемина айн, как подобно току света, исходящего из глаза. Что это за ток света, исходящего из глаза, это, собственно говоря, оптическая теория того времени, да, что на самом деле глаз излучает некий свет, не получает некий свет, а излучает некий свет, и с помощью этого, собственно говоря, видит. И Ибн Гвероль как бы это знает. То есть по всей поэме видно, что Ибн Гвероль, человек начитанный, да, и в курсе как бы всех достижений последних научных, но правда принадлежит как бы к определенному направлению, да, направлению, которое мы условно называем неоплатоническим. Мы про это с вами говорили, да. То есть вот у него есть, кроме всего прочего, есть и свои идеи, каким образом можно модифицировать неоплатоническую схему, чтобы получить свою собственную, дающую представление о вот этом самом порождении всего сущего. Ну и еще один момент, который я хотел бы здесь подчеркнуть, это... Сейчас... Вэшоэф мимакоргаор мибли дли, упээль гаколь бли коль кли, вэхацав, вэхакак, вэтигар, вэзикак. Переводится это здесь так, что он зачеркнул у уточника света без сосуда и сделал все без орудия, и высек, и вырезал, и очистил вырезанное, ну и дальше вызвал к ничто, и раскололось, и к бытию, и воздвиглось, и к миру, и распростерся. То есть вот эти глаголы, которые он здесь употребляет, они на самом деле встречаются в книге Сефир и Цера. Вот именно в таком порядке. Вэхацав, вэхакак, вэтигар, вэзикак. То есть очевидным образом книга Сефир и Цера, которая описывает сотворение мира Богом с помощью букв алфавита и десяти цифр, сферот они называются там. То есть есть определенная связь между сферот каббалистическими, сферот в книге Сефир и Цера, хотя на самом деле это разные понятия, но возможно, что связь между ними есть по этому поводу. Тоже достаточно много написано, не буду сейчас вдаваться во все эти подробности. Важно то, что, важно подчеркнуть, что и Бангвероль, кроме всего прочего, вот и Сефир и Цера, он тоже прекрасно знает и использует. Теперь последняя из главок, ну или предпоследняя, да, или последняя, можно сказать, из главок, в которых описываются вот эти самые небесные сферы, начиная от Земли и дальше десять небесных сфер. Это двадцать четвертая, где описывается вот та сфера, которая находится над всеми сферами. Число десять для него тоже достаточно важно, и не случайно он хочет, чтобы сфер было именно десять. И здесь он говорит так, кто поймет тайны творения твоего, когда возвысил ты над сферой девятой, сферу разума. Храм перед ней, десятая, будет святая. Для Господа. На иврите это звучит так. Видите, здесь употребляется вот это слово эйхаль, поэтому я говорил о литературе эйхалот, которая, возможно, опять же, ипинагароли с ней тоже, наверное, знаком. И вот он говорит о каком-то сверхсфере, сфера, которая оказывается сферой разума. Это сфера, вознесенная над всем высочайшим, которую не постигает мысль. Там тайник и слава, славы твои поланкин. Так здесь это переводится, да, а перион переводится как поланкин, но это действительно что-то в этом роде. Но сама терминология здесь, она очень похожа на терминологию как раз вот этого самого эйхалот и в каком-то смысле отходит от астрономических представлений, потому что все, что он пишет до этого, до девятой сферы, это более-менее стандартные астрономические представления от того времени. Он просто их как бы перечисляет. Это вот эту десятую сферу, сферу разума. Он как бы над ней надстраивает. Собственно, в каком-то смысле вот такая инновация Ибн Гвероля, который, как мы видим, достаточно свободно обращается с теми схемами и с теми научными представлениями, которые вот он получает из разных источников. И в продолжении этого он говорит следующее. Кто углубится в мысль твою, когда создал ты из сияния сферы разума, сияния духов и высших душ? Высоких, действительно, душ. Здесь и Нешама – это тоже душа, и Мефеш – это тоже душа. Переводчик решил ввести так, что это сияние духов и высших душ. За неимение мучило, да. На самом деле это, в общем, и то и другое означает душа, только по-разному. И, по сути дела, он говорит в данном случае, да, вот в этой главке, поскольку речь идет о сиянии, Зиф Галгаля Сехель, Зоаран Шамо, можно сказать, что он предвосхищает в каком смысле название Сефера Зоарга или что-то в этом роде, хотя на самом деле он просто цитирует определенного рода, то есть это аллюзия на определенного рода стихи. Но так или иначе, сама метафорика света, она еще раз указывает на вот это распространение света и его истечения, которое фрактировано для неоплатонической мысли. И кто эти вот эти высокие души или на светящиеся и высокие души, это посланники твоей воли. Вот эта воля, она здесь тоже весьма важный, имеет смысл, да, посланники воли твоей. И в этом есть отличие от, собственно говоря, неоплатонической схемы, где эта воля отсутствует. Ну, дальше не буду я читать. Здесь, если бегло просмотреть, то мы видим, что это классификация этих самых Серафимы там и так далее, то есть самые разные виды ангелов. И 29 главка, давайте посмотрим схеме. 29 главка, она о сотворении души, то есть после того, как вот он написал, это самое небесное воинство и там престол славы и души праведников, которые хранятся, там специальное место для душ праведников, которые там хранятся. И все это, опять же, напоминает нам вот эту литературу чертогов. Дальше он в 29 главке говорит, «То измерит крепость твою, когда сотворил ты из пика славы твоей красоту чистую, из скалы высеченную, из устья расщельную извлеченную». Здесь намек на Некрата Цурт, то есть место, куда был поставлен Моисей, когда он увидел Бога со спины. «И излил ты на нее дух мудрости и назвал ты имя ее душа». Ацальта – это снова истечение, это снова эманация. «Векарата шма нишама». Здесь не нефиш, а именно нишама. «И сделал ты из пылающего огня разума форму и выдал ее, как огонь горящую. И послал ты ее в тело для служения ему, сохранения его, и она как огонь внутри него и не сжигает его. Ибо из огня души сотворено и пришло из ничто к бытию от того, что сошел на него Господь Бог в огне». Это тоже цитата. То есть здесь прямо указывается «вы шилахта богуф ля авдэу у лишамреу». Ля авдэу у лишамреу – это тоже аллюзия, аллюзия на то, на рассказ об Эдемском саде, куда Бог посылает человека, обрабатывать его и хранить его именно вот этими глаголами. Ла авуд, гали шмор. А здесь получается, что по сути дела и Бенгвероль интерпретирует вот эту всю историю, в том числе историю о сотворении человека, как то, что душа человека была послана в тело, тело и представляет из себя этот самый сад, который душа должна обрабатывать и хранить. Ну и отдельный вопрос. Тогда возникает, что же с ней случилось, почему она была изгнана и так далее. Или, по крайней мере, отсюда мы можем сделать вывод о том, как Ибнгверольд понимает конфликт, который возникает между душой и телом. Потому что изначально, возможно, это сосуществование тела и души должно было быть бесконфликтным, и душа должна была, так сказать, тело обрабатывать и хранить спокойно и без всяких приключений. А получилось не совсем так. Она оказалась в каком-то смысле в тюрьме этого самого тела. И дальше в 30-й главке он говорит Здесь у нас появляется еще и идея бессмертия души. Он говорит, кто достигнет мудрости твоей, когда ты дал душе силу познания, которая ее пронизывает. Так переводчик решил. Здесь сказано более жестко. Шерба ткуа. Внутри. То есть воткнуто. То есть в каком-то смысле не познание, а знание. Способность познания. Она в этой душе утверждена. Воткнули как такой тот самый флаг. И знание – источник ее славы. Здесь не столько знания, здесь мада. Мада – это наука, вообще-то говоря. Можно сказать знание, конечно. Но скорее всего, Ибн Геройль как раз подразумевает не просто знание, или под знанием подразумевает науку в целом. И поэтому не подвластна она уничтожению и будет нерушима согласно сделанному ее основанию. То есть, по сути дела, достигнув познания или овладев науками, как раз душа и становится бессмертной. И вот эта мудрая душа не увидит смерти. Однако получит за грех свое наказание злее смерти. Если будет грешно. А если чисто, удовлетворится и возрадуется в день последний. А если осквернится, то будет скитаться, переполняясь яростью и гневом. Ну и вот это скитание – это тоже отдельный вопрос. Скитание души подразумевается ли здесь психоз или что-то в этом роде. Гиргулян и Шамот. Возможно, Ибн Геройль здесь не очень ясно, придерживался этой точки зрения. В принципе, относительно Гиргулян и Шамот в еврейской средневековой мысли были споры отчаянные, острые. И были те, кто совершенно напрочь это отрицал. И были те, кто это поддерживал. Ну и наиболее рационалистически настроенные мыслители были, конечно, против. А как раз те, кто тем или иным образом были связаны с неоплатоническими идеями в большей степени, чем остальные, поскольку у нас и рационалисты тоже связаны с неоплатоническими идеями, то те вроде бы вот эту идею поддерживали. Ну, например, в XIII веке Раби Мушебен Махман, Рамбан, он как раз эту идею считал одной из тайн существования души и ее развивал. Насчет Ибн Геройля это не очень понятно, хотя вот на основе вот этой вот строчки можно пытаться как-то построить какую-то спекуляцию относительно того, что он тоже предполагал, что вот эти скитания души это не что иное, как перерождение и очередная попытка достигнуть вот той чистоты, которая позволит ей быть бессмертной. Ну, вот это то, что я хотел сказать про эту поэму. Мы ее, получается, так схематично обозрели и какие-то кусочки прочитали. И если у вас есть вопросы по Ибн Геройлю, то самое время их задать, и я постараюсь на них ответить. Ну, вот такой вопрос у меня. Меня слышно, да? Слышно. Ну, там это, может быть, как-то и с христиансом можно сказать, но мне, в принципе, интересует без этого, так сказать. Вот все эти атрибуты Всевышнего и так далее, и вся эта поэзия. Есть ли какое-то представление о том, что вот если мы подобны Всевышнему, Всевышний как бы относится с нами в каком-то подобии. Вот стремление к счастью или там что-то такое. Я не говорю, страдание тоже было бы слишком напрямую как бы в христианстве. Но вот говорят о его эмоциях. Да, вот. И вот что и Бангвероль. Есть у него что-то такое, какое-то попытка толкования этого или приближение к этому. Вот, если он гневается, если он любит и так далее, очевидно, это нечто подобное. Нет, нет, здесь как раз ситуация немножко другая. То есть, собственно говоря, вот эти атрибуты, атрибуты, которые в том числе перечисляет здесь и Бангвероль в этой поэме, вокруг этих атрибутов, собственно говоря, почему эта тема является настолько важной для средневековой мысли. Потому что, вообще-то говоря, приписывание атрибутов Богу – это проблема. То есть, как только рационалистическая мысль формулирует идею Бога вне положенного миру, то есть трансцендентного, то немедленно возникает вопрос, а как же он может испытывать эмоции? Эмоции он точно не может испытывать. И когда теологи, представители Калама говорят о том, что он мудр, он мудр, но не той мудростью, которой мудры мы. Он велик, но не тем величием, которым велик нам. То есть, ему можно приписывать вот эти качества, и эти качества являются ни в коем случае не эмоциональными как раз. То есть, здесь нет эмоций никаких. А вот как раз эмоции, любовь или гнев, и так далее, они категорически отрицают. А соответствующие стихи Писания, Писания, предположим, Корана, они истолковывают иносказательно. То есть, пытаясь этого избежать, так же, как мы видели в Сааде, Сааде говорит, что, например, Господь огонь пожирающий, помните, мы читали как раз эту строчку, что это противоречит разуму. Почему противоречит разуму? Потому что Бог не может не может гневаться вот таким вот образом. И тогда нужно говорить, нужно добавлять нечто. То есть, нужно говорить не о Боге самом, а о каком-то проявлении, проявлении в качестве действия. Атрибуты действия – это немножко иное. Про атрибуты действия мы будем с вами говорить в дальнейшем более подробно. Но мы видели, что уже у Бахи и Бенпакуды есть в эту сторону определенного рода мысли двигается, именно в эту сторону, что можно судить по его деяниям о нем. О нем ничего сказать не можем, но про его деяния мы что-то можем сказать. И тогда характеристика его является характеристикой не сущностной, а в каком-то смысле опосредованной. Но вот всю эмоциональную сферу безусловно все эти теологи отрицают, но ее тем более и Бенгвероль отрицает, потому что и Бенгвероль, как мы видим, является не столько даже теологом, сколько части философом, если иметь в виду нашу схему, что теологи занимаются апологией религии в основном, а философы пытаются изучать мир. Понятно, что эти философы изучают мир, в том числе для того, чтобы как-то включить сюда религиозные доктрины и так далее. И Бенгвероль использует, возможно, не самоизучая мир, а используя некие дошедшие до него философские источники, он использует для построения какой-то своей системы, своеобразной. Но ясно, что он исключает возможность приписывать к Богу гнев, ярость, любовь и так далее. Понятно. Вообще как-то странно, я раньше не задумывался насчет того, что с одной стороны это все так возвышенно, и, в общем-то, воспринимаясь все, а с другой стороны, это очень холодное такое отношение между, если так задуматься, между Всевышним... Ну вот мы сейчас как раз про это и будем говорить, да. То есть у нас следующий наш персонаж, это Иуда Олеви, который родился спустя лет 15-17, после того, как умер Ибн Гвероль, то есть он тоже родился в 11 веке, умер в первой половине 12 века, и он является, конечно, мыслителем, который очень трудно квалифицировать определенным образом, исходя из той схемы, о которой мы с вами говорили, да, то есть неоплатоник или нет. Во многих учебниках его как раз характеризует тоже неоплатоника, но в том числе мы увидим, я постараюсь показать, что на самом деле неоплатоником он не является, а является действительно таким вот своеобразным мыслителем, которого трудно включить в какую-то какие-то рамки той схемы, которую я рисовал. Но если ни у кого больше нет вопросов по Ибн Гверолю, то мы как раз собственно перейдем именно к Иуде Олеви, который тоже поэт, так же, как и Ибн Гвероль, и в этом смысле их сополагать было бы правильно. И тоже действительно у Иуда Олеви есть эти самые неоплатонические мотивы, мы их увидим и как-то охарактеризуем. И помимо поэтических произведений, он тоже является одним из великих представителей золотого века еврейской поэзии, он пишет книг. до того, что нырнем. Ну, конечно, все-таки по им Гверолю еще спасибо. Во-первых, очень интересно, и я понимаю, что текст это только одно из его произведений. И упомянутые, есть и слово зоар, и есть гейхалот, есть дворцы, чертоги, но многих деталей, которые есть в книге гейхалот, чертогов, нету. Нету чертогов один за другим, страшных ангелов, которые стоят и задают вопросы и уничтожают. В общем, то есть он как бы может быть просто образованный человек, который цитирует, но насколько он глубоко во всей этой тематике гейхалот, это непонятно, правда? Непонятно, да, это непонятно, насколько он глубоко в этом, но на самом деле мы же пропустили этот кусочек. Он пишет о разных ангелах, естественно, не с такой подробностью, как это описывается в эйхалок, и там нет взаимодействия, там нет, собственно говоря, вот этого визионерского мотива. То есть сифрут и эйхалот, они как бы все эти визионерские, по крайней мере, части, они описываются как? Вот я видел, там я столкнулся, он там ангел, то есть все, пятое-десятое. Это описание такое. А у Иббен Гвероли это просто перечисление. Он тоже описывает иерархию, он тоже описывает какие-то места, вот там есть престол славы, а за престолом славы есть такое-то место и так далее. Но действительно он описывает это так, как будто бы ну вот у него уже есть определенное представление, то есть где-то напечатано в журнале там еврейская мистика. И он просто это воспроизводит, не вдаваясь, естественно, в подробности. Почему? Потому что цель-то его другая. То есть он же не пытается это описать подробно, он описывает универсум. Сама поэма построена как? Вот Бог, вот все сотворенное. В этом сотворенном есть я, человек. Какое место я занимаю? Вот смотрите, вот я все описал, вот душа, душа спустилась в тело, и теперь она стремится обратно. И вот последние главы, которые мы не читали, которые являются самыми такими, как их называют, религиозными, религиозной частью, не философской этой поэмы, это попытка, значит, человека обратиться с мольбой и так далее, чтобы вернуться к этому источнику. Понятно. А описание, вот это все описание этого мира, оно, по сути дела, получается соткано, если считать достаточно основанием вот эти термины, которые он отрепляет и так далее, получается, что описание универсума у него соткано в каком-то смысле из еврейских источников и нееврейских источников. То есть, с одной стороны, астрономия, которую, возможно, он тоже считает еврейской, не знаю, с одной стороны, некие представления философские, а с другой стороны, сейферы и цера, сифруты и халот, возможно, которые соединяются для него вместе. И, в общем, ничего тоже в этом особо удивительного нет, потому что, например, сейферы и цера, Саадига он интерпретировал рационалистическим образом и пытался связать ее каким-то образом в том числе с астрономическими представлениями. То есть, вот эта попытка на примере Ибн Гвероля, ну, мы видели вот этот самый, то, что я называю синкретизмом, да, и у Ицхака Исраэля, и у Бахи бен Пакуды, и в каком-то смысле и у Ибн Гвероля то же самое, да, то есть, что я имею ввиду под синкретизмом, это такое не некритическое использование самых разных источников, как некой общей картины, да, то есть, эта общая картина, она получается собрана из лоскутов, когда я не пытаюсь разобраться в источниках этого самого, того или иного лоскутка, то есть, этот у меня взят из арестателизма, а этот взят из неоплатонизма, а этот взят из Калама, а этот взят еще откуда-то, а этот из Эферицера, а этот из Крутых Айлот, и все вместе у меня получается такая картина. И вот это, собственно говоря, характерная черта не только, может быть, еврейской мысли, но и исламской мысли, но исламская мысль в каком-то смысле взрослеет раньше. Что значит взрослеет? Если мы говорим вот о этой группе философов, фальсофов, то есть, аристателликов, которые как раз тщательно выбирают источники, берут, что попало, говорят, нет, вот это не патанизм, вот это прокол, ямль, это все какая-то ерунда. Это шарлатан. Как сегодня бы, то есть, я читаю, там научные журналы, что-то напишут, там в одном одно, в другое, да, тут Лайтман, тут еще что-то такое, и я могу все в кучу как бы набросать. Нет, эти аристателлики, они очень строго относятся к отбору источников. Мы только с Аристотелем, все остальное полная ерунда, чушь собачья, которую мы отвергаем. Другое дело, что они съели теологию Аристотеля, о которой мы говорили, да, которая, собственно говоря, является и не Адам, и Плотина, но Плотина. Но, но так или иначе, они очень строго относятся вот к этому самому отбору. И вот эта школа аристотеликов, она возникает когда? Она возникает, в общем-то, в 10 веке, в 10, в 11 веке уже есть эта школа, уже есть Альфа-Раби, уже и Бенсина есть, как вот такой строгий аристотелик. В еврейской мысли пока их нет. Они появятся, Авраам, и Бендеут, и Рамбан, это, собственно говоря, и есть в каком-то смысле, можно это рассматривать как взросление, запоздалое взросление еврейской философии. Ну, если оно вообще нужно, потому что, в принципе, можно сказать, сейчас как раз мы увидим вопрос, который принимает Иуда Оливий, а нужно ли нам взрослеть в этом направлении? Нужно ли нам двигаться к этой взрослой философии, что ли, или к строгой философии, к философии, которая тщательно относится к тем источникам, которыми она питается? Вот Ибн Гавироль в этом смысле таким не является. Ибахи ибн Пакуда тоже таким не является. Да, они в каком-то смысле экспрессивно вовлекают в свой интеллектуальный кругозор самые разные источники, не пытаясь их фильтровать. Ну, или, по крайней мере, их фильтры не настолько жесткие, как фильтры аэстотеллик. Да, это ты очень хорошо нам объяснил, вот это эклектическое до строгого пуристов. Да, до попытки тщательно с пинцетом, ага, вот так, здесь нельзя, это мы не берем, это мы берем, это псевдонаука, это как бы сочинение непонятно кого, это вообще поэзия, отставить, да, как, как, предположим, иногда я сравниваю это, может быть, кому-то это поможет, я не знаю, может, наоборот, только запутает, я иногда это сравниваю с ситуацией в современной философии. У нас есть философы-аналитики, аналитическая школа, британская, американская, которые считают всех метафизиков просто полным бредом. И вот, например, когда я приехал в Израиль в 92-м году и поступил на философский факультет, то таких авторов, как Хайдеггер или Дорида на философском факультете не было. Они считали, если вы хотите это изучать, идите на кафедру литературы. На кафедру литературы, пожалуйста, там, наверное, вам расскажут что-то про Хайдеггер или Дорида, но это несерьезно, это как бы просто несерьезно. Серьезно это вот, ну, тогда, а как серьезно? Серьезно это значит, надо иметь математическое образование, заниматься серьезными вещами, вот аналитическая философия, она такая. И в каком-то смысле вот эти представители фальсов, они похожи типологически на современных философов-аналитиков. Они говорят о том, что есть, ну, есть наука, ребята, есть строгая, нормальная наука, а все остальное, вот всякие бредни, я не знаю, взял, как говорится, сифрута и холод, ну, что, совсем с ума сошли? Или там, сифра и цера, ну, куда? Что? Что это такое? То есть, это непонятно, что за источники, им нельзя пользоваться, если говорить про еврейские, а если про нееврейские, то, не знаю, плотина взяли, хотя сами съели плотину, но не заметив того. Но это уже другой вопрос, да, то есть, как, как, но у них отношение именно такое, то есть, и вот такого рода как бы фигуры в еврейской мысли, они появляются сравнительно поздно, да, то есть, это 12 век. Рамбом. Ну, сначала Аврам и Бандаут в меньшей степени, ну, и Рамбом, конечно, как такой яркий представитель. При этом, точно так же, мы забегаем вперед, вперед, точно так же, как и Сааде это произошло, да, то есть, парадокс истории развития еврейской мысли. Еврейская мысль приходит к чему-то позднее, но сильнее. То есть, например, когда Сааде совершает свой переворот, да, то у нас получается, что еврейская культура оказывается рационалистичнее на порядок, чем исламская, как бы, культура и христианская. Почему? Потому что нет альтернативы. Потому что Сааде является, как бы, одновременно ортодоксией. В итоге получается, что радикальный Калам, самый радикальный Калам, становится основой в каком-то смысле иудейской теологии. Когда приходит Рамбан, то он, по сути дела, если эти самые философы, аристотелики для исламской культуры, ну, такие фигуры, да, проблемные, это не мейнстрим, это какие-то одиночки, которые там что-то там, в общем, с ними надо держать ухо востро. А Рамбан у нас это почти наше все, правда, мы будем говорить о том, что это, в общем, Рамбан не прошел, но замах сам и радикальность Рамбана, она была предельна. То есть, он предельно радикально выступает в отношении религии, в том числе и ее в каком-то смысле модификации. Гораздо более радикально, чем те авторы, которые ему предшествуют. То есть, с ним может сравниться только Ибн Рушт, Авероис, да, но Авероис младше Рамбана. То есть, получается, что арабская мысль приходит к радикализму наподобие Рамбана, и то, он все равно менее радикален может, чем Рамбан. Приходит позднее и не настолько радикально. А Рамбан как бы в каком смысле из всех философов эристотеликов еврейско-арабских он самый радикальный. Ну, об этом мы поговорим как бы все время немножко забегаем вперед, но возможно, что это важно представлять себе картину заранее, куда мы двигаемся. И вот Иуда Олеви. Я ответил, да, Миша? Да, абсолютно. У меня еще очень короткий совсем вопрос все-таки. Короткий вопрос им, Габироль, как он относится к Гилгуляну Шамот к переселению душ, это тоже эклектически и тоже он упоминает, но его позиции не... Я сказал, что это не факт, это не факт, что он как-то к этому относится. Я сказал, что на основе вот этой строчки можно пытаться построить спекуляцию, что он поддерживал эту идею. никаких явных доказательств у нас нет. Понятно, потому что Рамбан потом пишет очень подробно и четко свою позицию, но похоже, что он в меньшинстве. Рамбан нахмонизм. Ну, да, то есть у Рамбана мы это видим явно, а про Иббен Гвероля это не очень понятно. Понятно. Но есть исследователи, которые вот как бы подчеркивают, я специально это подчеркнул, то есть поскольку действительно вы видите, да, то есть мы немножко совсем прочитали, но видно, что в этой поэме можно найти как бы ниточки, которые куда-то ведут. Она, в общем-то, не очень большая, эта поэма, да, но много вот таких интригующих моментов, которые заставляют задуматься какими источниками он пользовался, какие были его истинные представления и так далее. То есть я говорил уже о том, что сама фигура Ибен Гвероля, такая, ну, как бы окутана определенной странной аурой, да, вот это его произведение, источник жизни, выяснилось, что оно, его произведение только в 19 веке, хотя, наверное, окружавшие его, там, не знаю, Авраам и Бенезра или тот же самый Иуда Оливий, может, они прекрасно знали, что он автор этого произведения и, может быть, его даже читали, но мы это узнали позднее, а есть там легенды, я уже говорил, по-моему, о том, что Ибен Гвероль там создал голема в виде женщины, которая помогала им по хозяйству, ну, вот такие какие-то есть истории, да, то есть он окутан немножко вот такой вот аурой человека нелюдимого, странного и так далее. Ну, и, собственно говоря, его произведения у нас их не так много, да, то есть вот у нас есть Макор Хаим теперь, мы поняли, что это Ибен Гвероль, есть вот эта поэма, есть масса поэтических произведений и есть произведение, которое называется Тикун Анефиш или что-то в этом роде, да, тоже написано по-арабски, но оно, это тоже не очевидно, что оно принадлежит Ибен Гверолю, это как бы некая гипотеза того, что это тоже произведение Ибен Гвероля. И есть, по-видимому, он писал комментарии к писанию, потому что мы видим у Авраама Ибнезра цитаты из Ибен Гвероля, но кроме этих цитат у нас ничего не осталось, и поэтому был ли у него такой объемный комментарий на писание аллегорически или нет, мы толком не знаем. Ну, хорошо, закончили, да, с Ибен Гверолем, можем переключиться на Иуду Оливию, еще одного поэта, как я уже сказал, который родился спустя 17 лет после смерти Ибен Гвероля, и помимо вот всех своих поэтических произведений, которыми он прославлен, он написал, собственно говоря, единственная книга, которая является книгой, вошедшей в историю мысли, это на иврите она называется «Сефира кузари», а на, если его правильное название воспроизвести, то это книга в защиту униженной религии, так она называется. И вот эту книгу мы частично почитаем, она очень поучительна, скажем так, и очень важное место занимает в истории еврейской мысли и в истории как бы исследования еврейской мысли, как я уже сказал, Иуда Оливий классифицирует старые учебники как неоплатоника и относят его как раз вот к тем, к той паре, что ли, когда ранней паре еврейской философии, когда масса разных самых источников и вот этот самый синкретизм определенный, но это все совершенно несправедливо по отношению к Иуда Оливий, как мы это увидим. Итак, первая глава этой книжки. Меня спросили, какие доводы есть у меня против спорящих с нами философов и богословов других религий. Эти философы стоят на первом месте, на втором месте богословы других религий, а также против отщепенцев, спорящих со многими евреями. Не уверен, что здесь со многими евреями, имеется скорее с монотеистами. То есть, какие аргументы есть против философов, против представителей других монотеистических религий и против тех, кто вообще отвергает с еретиками, скажем так. И я вспомнил, что слышал из доказательств еврейского мудреца, который был у царя Хазари, принявшего еврейскую веру, веру около четырехсот лет тому назад. Такая как бы легенда тоже о Хазарском царстве, которое в восьмом веке принимает иудаизм. У нас есть какие-то источники по этому поводу сомнительные, но что-то такое есть. Мы сейчас в это входить не будем. Как засвидетельствовано и сказано в книгах Хроник, несколько раз у него было видение. Как будто ангел разговаривает с ним и говорит ему, твое намерение угодно перед Богом, на твои действия не угодно. Ну, вот этот тезис, он очень-очень важен в самом начале. И намерение угодно, а действие не угодно. Почему он важен? Потому что здесь у нас есть вот это самое противопоставление намерений и действий. У кого мы видели такое противопоставление? Ну, оно не обязательно было противопоставлением, по крайней мере эту дихотомию такую, да, у Бахи ибн Пакуды, который как раз говорил о намерениях. Обязанности сердца, это как раз обязанности, которые связаны с намерением. И никакое действие не может быть у Бахи ибн Пакуда наполненным и как бы правильно осуществленным, если намерение не соответствует тому, что говорят нам заповеди сердца. а здесь ситуация в каком-то смысле обратная. Намерение нормальное, а действия что-то нет. То есть намерение есть, а почему же как? А как же если у меня нормальные намерения, почему же действие это не угодно? И он был очень старательный в обрядах вазарской религии, вплоть до того, что сам нес службу в святилищах, сам приносил житоприношения с чистым сердцем и с совершенными намерениями. Намерения у него были вообще великолепные, с этим было все хорошо. Непонятно, каким образом тогда действия не соответствуют этому. И как нестарательно он совершал эти действия, ночью вновь являлся ангел и говорил ему, твое намерение угодно, а действия не угодны. И это привело к тому, что он начал исследовать другие религии и секты, и в конце концов он и множество других хазар перешли в еврейскую веру. То есть побудительной причиной хазарского царя исследовать и обратиться к представителям других религий был этот сон. И он что он ищет? Он ищет правильных действий. С намерением он все нормально. Он говорит меня все с намерением Кавана просто великолепное направление отлично. А делаем что-то делаем все не то. Расскажите что делать? Вот с каким вопросом он идет. И многие из доводов того мудреца удовлетворяют меня. То есть Иуда Левик как бы рассказывает про некого мудреца который беседовал с этим хазарским царем и как бы якобы до него дошли вот эти самые этот разговор и поэтому он его воспроизводит. Поэтому я посчитал нужно привести эти доводы такими какими они были. А мудрые поймут. Ну это замечание а мудрые поймут. Возможно что мудрые поймут что это в каком смысле литературная фикция это самый мудрец который жил 400 лет тому назад но неважно но аргументы тем не менее аргументы есть аргументы то что это фикция литературная это мы поймем сейчас практически сразу в следующем абзаце говорят что хазарский царь увидев в своем сне что его намерение угодно перед Богом а действие не угодно и получив в этом сновидении повеление найти действие которое угодно перед Богом просил мнение философа на этот счет то есть он отправляется перво наперво он отправляется к философу мы бы ему сказали попали если ты хочешь действовать что ты идешь к философу философу не про действие но тем не менее он идет потому что у нас такое представление о философе потому что философ у нас ничего не делает лежит на диване размышляет ну а античной философии философ делает все то есть это же наука поэтому по сути дела он идет к ученому, так лучше было бы, наверное, сформулировать, чтобы было более понятно на нашем языке, он идет к ученому, который знает в том числе и как делать, потому что помимо как бы теоретической науки, есть и практические науки, есть фронисис, мудрость практики и так далее, вот он идет к философу, философ сказал ему, нет у Бога ни благоволения, ни ненависти, Эмиль как раз спрашивал, ни благоволения, ни ненависти, потому что он превознесен выше всех желаний и стремлений, ведь стремление указывает на недостаток стремящегося, на то, что лишь в осуществлении стремления он может обрести цель, а все то время, пока этого не произошло, он ущербен, то есть Бог не может ни к чему стремиться, у него не может быть желаний, это в том числе в каком-то смысле критика и Бангвероля, у Бангвероля есть желание, есть воля, воля, желание, как разница, вот это проявление воли, если он волит, то по сути дела он значит чего-то хочет, а философ говорит ему, не может он ничего хотеть, потому что если он чего-то хочет, значит ему чего-то не достает, значит он ущербен, значит он хотеть ничего не может. И также, согласно философу, он выше знания частности, то есть он не может знать какие-то детали изменчивые, потому что они со временем изменяются, но нет в знании Бога изменений, поскольку такие частные вещи или индивидуумы, то есть вот здесь как раз примечание, по-моему как раз мое, имеется в виду знания о происходящем с индивидуумами, то есть с конкретными существами, подверженными изменениям, то есть по Аристотелю возникновение и уничтожение, вот все те сущие, которые возникают и уничтожаются, это все, весь подлунный мир, в подлунном мире только такие сущности и есть, Бог не может их знать, почему? Потому что он может знать лишь о том, что не подвержено уничтожению, что неизменно, а если это изменяется, то получается изменяется и его знание, его знание изменяться не может, и поэтому он их знать не может, они как бы ниже его знания, происходит какая-то ерунда, которая его в каком-то смысле не интересует. Поэтому он не знает о тебе, тем более он не будет знать о твоих намерениях и действиях, не говоря уж о том, что он не услышит твои молитвы, не увидит твои движения, опять противоречит Эбангверолю, правда. А если и говорят философы, что он тебя сотворил, то ведь это иносказатель, потому что он причина причин сотворения всего сотворенного, а не потому, что это произошло по его намерению, то есть никакой воли, никакого намерения, никакого желания нет. Что такое Бог? Бог – это просто причина, причина всех причин. Вот что такое Бог. Кто так, собственно говоря, понимает Бога? Ну, Аристотель так понимает Бога, да, то есть, но в данном случае это не просто Аристотель, как мы увидим, а это философы-аристотелики, как раз представители вот этой самой школы фальсов. Представители школы фальсов, который является, собственно говоря, тем первым представителем взглядов на мир, с которым сталкивается хазарский царь. И он ему излагает, по сути дела, не что иное, как, почти цитируя, да, как краткое изложение Альфа-Раби и Ибн-Сина, такой смеси Альфа-Раби и Ибн-Сина, то есть школы фальсов. Поэтому он его как бы и называет философом. Именно поэтому можем сказать, что на самом деле, коль скоро речь идет про восьмой век, да, в восьмом веке такого рода радикалов не было. То есть они были, может быть, Аристотель был таким, да, но в восьмом веке школы Аристотелек еще не было. Ну, хорошо. И он вообще не создавал человека. Ведь мир предвечный, и всякий человек всегда рождался от человека, жившего до него. У человека сочетаются формы, свойства и качества, унаследованные от его отца, матери и родственника. И на него влияют особенности климата, страны, пищи, воды, силы сфер, звезд, созвездий, согласно взаимосвязям, возникающим под их влиянием. Это научный подход. Мир предвечен. Бог – это причина причин. Человек, все его свойства человека, они являются либо, ну, не либо, а в том числе, да, наследственными и зависящими от, как бы, контекста самого разного, природного контекста, социального контекста и так далее. Вот это все на него влияет. И все восходит к первопричине, но не в силу того, что он этого хочет, а в силу того, что из него сама собой истекает вторая причина, а также третья и четвертая. Вот это тоже очень важная фраза. Что значит, что из него истекает? Вот истекает из него. Это же и есть, собственно говоря, эманация, правда? Вот она, теория эманации. Из него истекает вторая причина, третья и четвертая. Но само употребление вот этого термина истечения, оно у Аристотеля отсутствует. Аристотель, нет никаких истечений. Истечения – это у неоплатоников есть истечения. Истечения – это плотин. Ну, как мы говорили, съели плотины наши философы-аристотелики арабские, и поэтому аристотелизм средневековый отличается от Аристотеля. От Аристотеля отличается он именно тем, что в нем присутствуют элементы теории эманации. И они меняют, конечно, очень многое. Вот, например, истечение причин. Для Аристотеля самым главным понятием его философии является движение. То есть с помощью понятия движение он объясняет все. А истечение – это в каком-то смысле не движение, это нечто, что сам Аристотель сказал бы, что это какая-то выдумка. Это непонятно, откуда взялось. То есть это антинаучная в каком-то смысле идея, антинаучная доктрина каких-то истечений, откуда, кто истекает и так далее. То есть действие, движение, да, действительно. То есть первая причина является, первопричина является причиной начала движения. И дальше действительно у нас появляется цепочка причин, которые приводят к тем или иным событиям. Но ни о каком истечении здесь говорить нет смысла. А Аристотелики о нем говорят об истечении. И проистекли необходимым образом причины и следствия, и они, как ты видишь, неразрывно связаны. И их необходимая череда предвечна. Как предвечна первопричина, у которой нет начала. Это насчет предвечности. Это действительно Аристотель, да, это типичная аристотельская идея, идея вот этой самой первопричины. И философ объясняет ему, что ты зря нервничаешь, что хазарский царь. Вот это то, что тебе является, там, какой-то ангел во сне, там, и так далее. Ну, сходи к психотерапевту, и сон пройдет. Ну, понятно, что это не от Бога исходит. От этого Бога ничего не может исходить. Вообще не знает, что с тобой происходит. Он не может тебя знать, потому что кто-то такая, какая-то, да, козявка, которая возникла, а завтра тебя не будет. Что тебя знать-то? Есть запущенный механизм существования мира. Эта первопричина породила все это. Эта первопричина обладает полнотой знания относительно того, что неизменно будет существовать, а не то, какие перемены с этим будут происходить. И вот это неизменное существование, оно существует от века, и так и будет. А у каждого из индивидуумов этого мира есть причины, в силу которых он будет совершенным. Если все эти причины воплотились в индивидууме, то он станет совершенным. А если каких-то причин не достает, то он станет ущербным, как эфиоп, который не предназначен для большего, чем получение человеческого облика и речи в наихудшей форме. Ну, не знаю, насколько там эфиоп, там имеется в виду житель Африки какой-то, ну, возможно, эфиоп. Здесь еще расизм проявляется, этих философов-аристотеликов, которые говорят просто о том, что, ну, расизм такой, научный, ничего личного. Не потому, что он черный, да, а потому что что? Потому что есть климатические пояса, потому что есть разные вот эти природные и социальные контексты, которые, по сути дела, являются либо благодатной почвой для того, чтобы человек реализовал себя как форму, либо неудовлетворительные условия. Как, например, что значит реализовал себя как форму? Ну, например, если зернышко цветка, да, зернышко цветка с точки зрения Аристотеля, это цветок, потенциальный цветок. Этот цветок может проявить себя или может не проявить себя. Если зернышко попало в почву, которая не поливается, то, собственно, ничего не вырастет. Ну, или если чуть-чуть поливает, то вырастет, но чахлый цветок. То есть форма не реализуется. Вот этот переход от потенциального к актуальному для Аристотеля чрезвычайно важен. Это и есть, собственно говоря, то, что я сказал, о важности движения, понятия движения в философии Аристотеля. То есть движение осуществляется в том числе в рамках разного рода существ. Существо, любое существо, оно двигается от своего потенциального состояния к своему актуальному существованию. И это актуальное существование, оно предзадано в каком-то смысле той формой, которая то или иное сущее обладает. Человек является интеллектуальным существом. Это и есть его сущность, это и есть его совершенство. Можно реализовать этот самый потенциал, можно не реализовать этот потенциал. Вот этот самый условный эфиоп не способен с точки зрения философов-аристотеликов реализовать этот потенциал. Не потому, что он чем-то виноват. Он не виноват ничем, но просто такие условия. Условия такие. То есть он родился в таком месте, где климатические условия не позволяют. Или социальные условия не позволяют. То есть разные. То есть вот эта причинно-следственная цепочка, она во многом определяет, может ли человек реализовать вот этот самый свой потенциал. Философ же, в котором заложены задатки, чтобы обрести с их помощью достоинство нрава, характера, знаний и действий, может достигнуть подлинного совершенства без какого-либо изъяна. То есть тот, у кого есть задатки определенные, и кто находится в определенных условиях, нужно создать эти условия ему. Он может реализоваться и быть совершенным без какого-либо изъяна. Но эти совершенства потенциальны и для перехода в реальность нуждаются в учении и развитии. Для того, чтобы реализовать потенциал, нужны не только условия какие-то, но и усилия, собственно говоря, самого человека, который должен учиться и развиваться. Только тогда проявятся качества, какими они были уготованы для обретения совершенства, а также недостатки и промежуточные стадии, которым есть числа. И на достигшего совершенства человека, вот если все условия соблюдены, и он сам как бы пытается реализовать и дойти до актуализации, то на него не зайдет божественный свет, называемый активным интеллектом. Активный интеллект – это у нас, в принципе, есть понятие отделенных интеллектов, которые связаны с вот этой картиной мира аристотельевской. Сферы небесные, они представляют из себя живые существа, которые наделены неким интеллектом. Этот интеллект, он отделен от материи, они нематериальны. Их движение, совершенное движение круговое, определяется вот этим самым интеллектом. И в каком-то смысле каждая из сфер, а это как раз в поэме Бангвероля присутствует, вот эта самая иерархия сфер, и то, что каждая более низкая сфера, она в каком-то смысле, ее движение обусловлено более высокой сферой. Активный интеллект – это самая низкая сфера, это сфера Луны. И, собственно говоря, этот интеллект, активный, так называемый интеллект, собственно говоря, ответственный за движение сферы Луны, он ответственный не только за это движение, но и за те формы, которые мы обнаруживаем в подлунном мире. Так вот, тот, кто достигает совершенства, человек, который достигает совершенства, он получает некий божественный свет, излучаемый этим самым активным интеллектом. Опять вы видите, неоплатонический мотив. Его пассивный интеллект соединяется с ним воедино, так что человек увидит, что он сам тот самый активный интеллект, и между ними нет разницы. То есть, по сути дела, человек может достигнуть уровня вот этого самого активного интеллекта, переводя свой интеллект пассивный в активную фазу. И будут его сосуды, то есть органы этого человека, служить совершенству поступков и в наиболее подходящее время, и наилучшим образом, как бы являясь сосудами активного интеллекта, а не материального пассивного интеллекта. Когда активный интеллект еще не был приведен в действие соответствующим образом, и человек делал добро единожды, и грешил несколько раз. А этот, тот, кто достиг совершенства, всегда делает добро. Почему? Потому что он соединен с этим самым активным интеллектом. Активный интеллект как бы руководит его действиями. И поскольку это интеллект, как бы возвышающийся над всей сферой подлунного мира, то, естественно, что он будет делать только правильные поступки. Это предельная, конечная ступень, ожидающая совершенного человека после того, как его душа очистится от сомнений и постигнет науки в их истинности. И тогда она станет как бы ангелом. И будет на самой низкой ступени ангелов, отделенных от тел. Отделенных от тел. Это ступень активного интеллекта, а он ангел той ступени, что ниже ступени ангела, ответственного за сферу Луны. Видите, немножко меняет как бы эту картинку. Этот активный интеллект оказывается ниже интеллекта, ответственного за сферу Луны. В некоторых вариантах это и есть, собственно говоря, активный интеллект сферы Луны. Здесь есть примечание, опять же, 10 интеллектов, отделенных от материи. Мы видели, что это и у Бангвероля присутствует. Опять же, не у всех 10. Есть варианты 7, есть варианты 8, 9, есть и 10. И каждый из них произошел в результате эманации от предшествующего интеллекта. Вот эта теория эманации, которая является неоплатонической, здесь дополняет, собственно говоря, картину Аристотельского. Аристотеля нет никакой эманации. Первый интеллект истекал от Бога, который является первопричиной. Первый интеллект создает небесную сферу, второй – сферу планет. Десятый интеллект низший из всех. Это активный интеллект, задача которого, в частности, состоит в том, чтобы руководить разумом человека. Аль-Фараби объясняет, что это отделенные от материи субстанции, которые философы называют интеллектом. А в разговоре с простыми людьми можно их назвать ангелами. То есть это своеобразная ангелология. И мы увидим, что, забегая опять же вперед, что у Рамбома действительно понятие ангелов, оно будет действительно соответствовать вот в том числе и тем самым отделенным интеллектом. И эти интеллекты, очищенные или отделенные от материи, предвечными, то есть они всегда существовали, как и первопричина. И они не опасаются гибели. И сделается душа совершенного человека с тем интеллектом единой. И он может не опасаться гибели своего тела и своих органов, так как уже отождествлен с активным интеллектом и будет наслаждаться его душа в этой жизни, так как он окажется в обществе Гермеса, Асклепия, Сократа, Платона, Аристотеля. Ибо и он, и они, и все, кто достиг их ступени, едины с активным интеллектом. То есть нет никакого индивидуального посмертного существования. Есть соединение, причем здесь описывается как соединение в том числе при жизни. Возможно, да, это опять же не все аристотелики, арабские аристотелики, не все так полагали, но тем не менее здесь излагается такая доктрина, когда человек еще при жизни может соединиться с этим самым активным интеллектом и, по сути дела, оказаться в обществе всех тех, кто достиг этой ступени. Они едины с активным интеллектом. И это называется, иносказательно, приблизительно благоволением Бога. То есть это на языке простых ребят, которые ничего не смыслят в философии, это называется благоволением Бога. То есть получил благоволение. Вот, собственно говоря, то, как описывает философ, и этот философ-аристотелик, картину мира и задачи человека. Поэтому стремись к этому благоволению и к истинному знанию наук, чтобы твой интеллект стал из пассивного активным и встань на путь праведности в качествах и поступках, так как они помощники в представлении истины. Все праведные поступки нужны лишь как инструментарий для того, чтобы, собственно говоря, нормально двигаться в изучении, приверженности учению и в уподоблении активному интеллекту. То, что здесь употребление слово «уподобление», оно не случайно. То есть уподобляться нужно не Богу, как бы уподобляться, как Богу первопричине, никак невозможно уподобиться. А вот активному интеллекту можно в каком смысле соединиться с ним, то есть стать как он, то есть достигнуть такого уровня интеллектуального совершенства, которое является в каком-то смысле полнотой знания. Это приведет к обретению удовольства, скромности, смирения и других возвышенных качеств. То есть ты на пути к этому себя смиряешь и как-то ведешь себя нормально, но в плане тренинга определенного или в плане обеспечения возможности учебы и правильные поступки являются инструментами лишь для того, чтобы обеспечить продвижение в науках. А когда ты постигнешь это, то все будет само собой, потому что у тебя будет полнота знания, и ты будешь, естественно, действовать только правильно. Вместе с превознесением первой причины не для того, чтобы он явил тебе свое благоволение и не для того, чтобы отвратить от тебя его гнев, а просто, чтобы уподобиться активному интеллекту в предпочтении истины и в представлении каждой вещи адекватным образом. То есть это адекватные ребята, просто адекватный парень, реализующий свое человеческое предназначение, то есть свою форму, форму интеллектуального существа сливается с этим самым активным интеллектом, и все, все, все будет отлично. Итак, твое мнение о каждой вещи соответствовало тому, чем она является на самом деле. Потому что до того, как ты не достиг этого совершенства, ты на самом деле не знаешь, что за вещи пред тобой. А когда достигнешь, то все будет нормально. И это из атрибутов разума. Ну, мы почти дочитали. Видите, здесь есть еще последний абзац. Я его сейчас пропущу, поскольку у нас уже время там. Ну, собственно, он ничего существенного здесь, может быть, и не добавит, кроме того, что назовет вот это соединение пророчеством в том числе. И на это хазарский царь отвечает. Твои слова убедительны, но они не отвечают моим исканиям. Ведь я знаю о себе, что мое сердце чисто и мои поступки честны, согласно воле Бога. Но отвечают мне, что эти действия не угодны. Хазарский царь не удовлетворяется этим ответом и идет представителем других религий. То есть ответ философа Аристотелика его не устраивает. Но тот факт, что начинается книга с изложения, в каком-то смысле конспективного изложения представления Альфа-Арабии и Ибн-Сины, немножко смешанного Альфа-Арабии. У Ибн-Сины больше не аплотонический, так сказать, акцент или компонент у Ибн-Сины в большей степени присутствует, чем Альфа-Арабии. Но, тем не менее, это, собственно говоря, то, что, возможно, изучают в школах аристотеликов, то есть в школах фальсов, в которых, возможно, Иуда Оливий просто так, то есть он, возможно, тоже получил соответствующее образование. Нет еще ни одного еврейского аристотелика. Нет. Пока. Есть только арабские аристотелики. А Иуда Оливий уже все прекрасно знает. Вот она картина представлений философов аристотеликов, который дает хазарскому царю полноценный ответ от и до, включая то, к чему нужно стремиться и как этого достичь. И хазарский царь не принимает эту точку зрения, отвергает ее, и философ на долгое сравнительное время исчезает со страниц этой книги, но возвращается, на самом деле, возвращается уже после того, как хазарский царь примет иудаизм, это мы уже в следующий раз увидим. И поскольку он возвращается, и именно спору с философом посвящена целая глава этой книги, их всего, там не так много этих глав, но одна из них посвящена именно спору с философом, то можно сказать заранее, а я забегаю немножко вперед, что в принципе книга, хотя называется «Защита униженной религии», мы могли бы подумать, что здесь будет полемика с исламом, или с христианством, или с еретиками, которые упоминаются в первой строчке, нет. На самом деле главным оппонентом Иуде Алиеве как раз является философ Аристотелик, то есть с ним он спорит, не с христианами, и не с мусульманами. Это мы увидим как бы в следующий раз, и посмотрим, какого рода аргументы предъявляет вот этот пресловутый раввин 400-летней давности в защиту иудаизма, в противовес вот этой самой доктрине, доктрине философов Аристотеликов, которая, видите, описана кратко, емко, но совершенно понятно, прямо буквально с первых страниц этой книги. Ну что, будем прощаться, наверное, время наше. Подожди, как прощаться? У нас к тебе вопрос. Да, давайте. Выступает в Израиле Миха Гудман на иврите, властитель дум, и очень таким гладким, уверенным тоном объясняет, что иуда Олеви это не тот, кто спорит с философом и, конечно, не сам философ и не раввин, а кто-то вообще третье, четвертое, пятое сокрытое. Три года назад мы бы обратились к Мишу Шнейдеру, а сейчас не можем. Так что открой нам глаза, стоит ли нам слушать Миху Гудмана вообще или не стоит? Я считаю, что слушать можно всех. Так, ну хорошо, а конкретно тебе чуть-чуть более конкретно. Ну а что конкретно? Ну Миха Гудман, он интересный, слушать нужно всех, но относиться к услышанному критически, так я считаю. Понятно, но кто в этой, хорошо, задам вопрос по существу, в этой книге что думает сам иуда Олеви? Кто он? Ну вот, мы будем с этим разбираться, мы же будем читать эту книгу. мы не то, чтобы прям прочтем всю ее, но основные ее мысли, которые мне кажутся, правда, основными, Миха Гудман может увидеть другие основные мысли, но я как бы изложу то, как мне представляется, какой мне представляется эта книга, а дальше вы, послушав Миху Гудмана, сможете сравнить, что Миха Гудман говорит и что я говорю, а потом самостоятельно прочитать эту книгу и вынести свое собственное мнение решения относительно того, кто прав и кто не прав. Понял. Если ты спрашиваешь, кто является специалистом по Иуде Олеви, таким вот прям специалистом, специалистом, который просто на все вопросы может ответить, то он, к сожалению, тоже уже не с нами. Такой был, сейчас что-то вылетело из головы его имя, которые прямо его называли Мелы Хакузари, человек, который написал множество статей и занимался всю свою жизнь именно этой книгой. Я найду его имя в следующий раз, оглашу его, но он тоже уже, к сожалению, не с нами, но зато с нами его книги, статьи и так далее можно пытаться по ним прочитать. Дело в том, что Иуда Олеви действительно автор, может мне надо было с самого начала сказать, то есть это автор настолько важный для еврейской мысли, что его разрывают на части, пытаясь превратить его, как и со всеми большими авторами это происходит, особенно в еврейской мысли, которая характеризуется таким вот большим разнообразием направлений, его пытаются перетянуть на самые разные стороны. Некоторые пытаются из него сделать мистика, некоторые говорят, что основная задача была спор с караимами, ну и так далее, и так далее. Но я как бы на следующих наших встречах, я думаю, что не так, чтобы много, еще одну, две, может быть, три встречи посвятим ему, или не больше. Я постараюсь изложить ту точку зрения, которая мне кажется адекватной, но при этом нужно понимать, что Иуда Олевий используется самыми разными мыслителями, по самым разным поводам, то есть, например, Соловейчик его использует определенным образом, Франц Розенцвейк его использует как бы опираясь на него и так далее. Главный пафос Иуда Олевий, как мне кажется, это почти все собственно говоря и признают, это все-таки антифилософская позиция, но сформулированная философски, то есть, в истории философии есть целая плеяда философов, которые являются антифилософами, например, Ницше, Ницше философ, который выступает против философии, и таких, ну а Франц Розенцвейк точно такой же, тоже выступает против философии, но по сути дела получается, что его книжка все равно философская. Философ антифилософ отличается просто от антифилософа тем, что просто антифилософ говорит нам философия не нужна, точка, больше ничего. А антифилософ это аргументирует, и когда он формулирует свои аргументы с помощью рационалистического метода, скажем так, тогда он становится философом антифилософски настроенным. этим отличается просто от антифилософа, который говорит, что это просто ерунда. Но это я тоже забежал вперед, отвечая на вопрос Миши. Можно вопрос задать? Да. Можно сказать, что, например, современное еврейское национальное движение базируется на Кузари, на книге Кузари? Нет, не думаю, что можно так сказать. Можно сказать, что частично в книге Кузари некоторые представители некоторых современных религиозных движений видят, черпают вдохновение из книги Кузари. Но не все, и не из всей книги Кузари, и не всегда, ну и так далее. То есть, а некоторые современные религиозные мыслители опираются на других авторов. Но то, что Иуда Оливия является вдохновляющим очень многих современных мыслителей, это правда. Которые по-разному, правда, его понимают, но тем не менее, да, он вдохновляет. Вдохновляет он чем? Он вдохновляет вот этим антифилософским пафосом, на самом деле. Ну, как мы это увидим в дальнейшем? То есть, мы сейчас не прощаемся с Иуда и Леви, у вас будет еще много, наверное, вопросов по этому поводу, как раз мы будем читать и на них отвечать. У нас впереди некоторый путь с этим автором и с его текстом, и мы его проделаем, и я надеюсь, что частично те вопросы, которые сейчас возникли, будут постепенно разрешаться. Ури, как всегда, очень интересно. Огромное спасибо. окей, на этом следует как бы на этом заканчиваем, Правильно? Да. Правильно. Да. А ну-ка, самаях, правильно? Да. А ну-ка, самаях, Окей, всем счастливо, до свидания, пока. До следующего четверга, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok